Прости нам все грехи, то, что мы делаем тайное, неправильное, очисти нас и дай нам служить Тебе, Господь. Чистимся, мы привозносим Тебе, я прошу, помоги нам прощать, прощать друг друга, прощать тем, кто согрешил против нас, и любить каждого человека, так же, как мы любим Тебе. Иисус, я прошу Тебе, строю эту церковь, пусть всегда будет здесь Тебе присутствие, и через эту церковь Господь касается других людей, которые еще в мир, которые еще не знают Тебе, которые болеют, которые в тюрьме, которые в депрессии, которые болеют, мы хотим, чтобы каждый познал Тебе, и пришел познание Тебе, слава Тебе, слава Тебе, во имя Иисуса, Амин. Хорошо, я очень рада быть с Вами еще раз, чтобы мы не Господь свиннес, не знаю, хотелось бы здесь жить, но я бы сочеки вент, на самом деле, чтобы мы вместе с вами служили Господу, и, следовательно, когда ты не получаешься, то, что ты не получаешь, то, что ты не получаешь, то это не так легко передвигаться. И то, что дали шею менту, так легко ютить или персиклить. Хорошо. Вот какой буты. Продолжение следует. Первое. Продолжение следует. Продолжение следует. В первую очередь. В первую очередь. Продолжение следует. Есть? Один человек. Ставьте, пожалуйста. Она уже верующая. Кто еще? Верующая, да. Она первый раз? Ну, первый раз. Она когда-то же ходила в эту церковь. Потом в другую теперь. Что она говорит? Первый раз в католическом кастоле, да? Да, веровались здесь. Ставьте, что первый раз тут. Как вас зовут? Алдуте. Алтона. Алтона, да? Да. У меня уже рады вас. Набой джаугинесемис. Слава Богу, что вы пришли. Вы, 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 вы хороши мести. Вы в доме, Божис. Дево нормас. Да. Есть растения местная земля. Есть рейнок. Тургус. Магазин. Бар. Гетто. Знаешь, какое гетто? Как председательное лагерь, да? Там, где курили на котики. Ну, такое место. Ну, так или это только наркотики, курили то. Разные места. Но здесь это место Божье. Поэтому все то, что мы здесь делаем и говорим здесь все о Боге. Мы поем о Боге. Идем о Боге. Мы молимся Богу. Мы говорим Слово Божие. Мы Бога верим. Даже если ты сейчас пойдешь в магазин, да? Ты будешь слышать о продукте. Деньги, сколько стоит. Какое новое. Сдачи. Ража копия. Ведь каждое место имеет свой язык. Как вина вето при своеме палубе. Поэтому не удивляйтесь, если мы здесь много дарим о Боге. То есть это его место. Место его место. Все вокруг него. Вискас его. Да. Если ты пойдешь в кабинет политиков. Едем ты в политику кабинета. Или в президентскую работу. Или в президентскую работу. Как ты называешь это? СЕМА. СЕМА. Там ты об Боге не будешь слушать. Ты будешь слышать о политике. Да. Вопросы политики. Вопросы общества. Висвоминец Таусус. Кажем местом свой язык. Но сегодня я хочу говорить. Сегодня что я говорю? О времене. О времене. Где первая глава? Первая глава. В начале сотворил Бог небо и землю. Причете Таунт, делать землю. Видите? Воначале сотворил Бог небо и землю. Причете Таунт, идут о чём Putry жжеме. Понимаете? Все такое, что есть в нашей жизни сейчас. Мы сейчас живем сейчас. Ситуация, обстоятельства, семья, работа, болезнь, что бы это ни было, было начало этого. Ты не случайно живёшь в этой ситуации, ты не случайно в разводе живёшь, или в семейной жизни живёшь, или в семейной жизни живёшь, когда это было начало, чисто это дело неправильное или неправильное, которое привело тебе к той жизни, которую ты сегодня живёшь. Время – это закон. Сеяние и жертвы. Ты сначала делаешь, а потом через годы, ты начинаешь плачать это. Это живёшь. Вот, поэтому, если бы я на то место, я бы себе вёл по-другому сейчас. Ты думаешь, что это ещё где-то? Я бы нашёл по-другому. Ну, написано в начале, что Бог небо и землю. В начале. В начале здесь не говорится о начале Бога, а о начале всего то, что есть. Вот примерно вот так. Видите, это инструмент? Я его держу. Это инструмент имеет своё начало. И за этим инструментом стоит человек. Или фирма. О, почему мы поклонимся Богу? У Бога нет начало. Но он есть причина начало всего то, что есть. И за него есть всего то, что есть. И за какого-то человека есть этот инструмент. Мы можем идти, мы можем идти, мы можем идти, мы можем идти. И мы не видим того, который стоит за этим инструментом. Может, мы снимаем там, кто стоит за этим инструментом? Но он есть. Где-то в другой стране. И дальше. В начале неба и земли это Бог. Бог есть начало. Бог существует вне времени. В начале сотворит Бог небо и землю. В начале. В начале чего? В начале земли и неба. Не Бога. Я делаю его. Потому что Бог есть. Бог есть вечность. Он вечный. Он всегда есть. Он стоит вне времени. Он стоит вне природы. Он дух. Не проси меня. Покажи мне ветра. Ветер, который будет. Я тебе не покажу. Но это не значит, что его нет. не chin – вы не видит Бога. В то, что вы не заметите его. Но это может быть вне руководовой года. Неми руководство его живет. Но это может быть вне природы от него. Потому что вы не видите вне. Что ж первое, когда вы не заметите. Но это может быть вне руководство. В то, что Stаяхи, который поднимает его место. листы падают, бумаги поднимаются, ты открываешь фото, ты его не видишь, но ты не можешь говорить, что его нет. Вот, например, было такое время, когда была только католическая церковь, и знаешь, они думали, что земля это центр всего земля, они так думали, а Галилея говорит, что нет, он говорит, что земля крутится вокруг солнца, так что земля это не центр, знаешь, он чуть не потерял свою жизнь за это, тогда этот церковный мир поверил, что он не прав, он еретик, но сегодня мы с вами согласились, согласились, это церковь, это церковь, это церковь. Здесь есть церковь, это церковь, это церковь, это церковь, это церковь и сетки. Вопрос. Вы чувствуете, как эта земля крутится? Когда вы стоите, вы видите эту землю, вас крутит, крутит. Вы ничего не чувствуете. Но это значит, это не факт. Из-за того, что крутится, поэтому мы имеем день и ночь. Мы имеем месяца, годы идут. Но мы это не видим. Но мы можем видеть проявление этой теории. Так можно ли видеть Бога? Но можно видеть проявление Его сущности. Если ты будешь хорошо смотреть. Да, некоторые люди очень плохо смотрят, поэтому... Вот, например, это церковный мир тогда, да? Они утвердили, что земля — это центр исцеления. Вот один человек, который имел пронисательность. Да, да, да. Это важно. Сегодня я забыл телефон дома. А жена побежала за мной и говорит, что ты забыл телефон. И она мне не дала. И я подумал, а почему я забыл? А жена побежала телефон. Почему я забыл телефон? Да. И я, конечно, ответил на этот вопрос. Это церковный мир, он был очень уверен, что он правду говорит. А Галилея со своим примитивным инструментом, телескопом? А Галилея с его телескопом говорит, что нет. А Галилея с его телескопом говорит, что нет. Он был уверен. Он был уверен. Потому что он стоял на земле, когда его клутило... Не дали, не дали. Так что я забыл. Потому что у них разные люди очень большая проблема верить Богу. Я думаю, что они хотят видеть, они хотят чувство, они хотят. Они хотят его... Но этого нет, но это не значит его нет, или Ньютон, который говорит про притяжение закона, и через его открытие самолеты летают и так далее, а мы с вами это видим, но это не значит, что закон не существует, он есть. Иначе самолеты не поднимали бы, наверное, и репетиции не летали бы. Много чего есть, которое, понимаешь, у нас все равно у тебя одна голова, она одна у тебя, это только пять органов чувств. Как бы ты не крутился, все равно ты ограничен в твоем мышлении. Но это не значит, потому что этого нету тебе, это не значит, этого нету вовсе. Но это не значит, что ты, что на самом деле, не видишь, что ты не видишь. Ага. Значит, вначале, в том числе, Бог не боится земля, Бог стоит в один час, не лаика. Он стоит в один час, но он действует в два часа. Он не зависит от времени, но он действует во времени. Да, 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 да. Он действует во времени. Смотрите, что он начал делать. Жека истрадят в Питере. Смотрите, третий стих. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет отмой. И назвал Бог свет днем, отмой ночью. И был вечер. И было утро, день один. И сказал Бог, да будет свет посреди води, и да отделяет она воду о воде. И создал Бог свет. И отделил воду, которая по твердой отводи, которая над твердой, и стал так. И назвал Бог твердой небо. И был вечер, и был утро, день второй. И был вечер, и был вечер. И был вечер. И был вечер, и был утро, день четвертый. И было вечер. И был вечер, и был утро, день пятый. И был вечер, и был утро, день пятый. 6, 5, 6, 7 день. Смотрите из этого. Когда он всегда делал это, он дал осеньку. Когда он делал это, он вернулся. Смотрите, первое осеньку его. Когда он может быть пять вторых метров. Просто из-за времени, поэтому я спешу. Другой раз, пять вторых метров. Смотрите, какие осеньки он дал. Восинная сатистия. 8-й год. И управлять мимо и ночи. И отделять свет отмой. И увидел больше этого. Это хорошо. Валдит у динам нактей, и отскрепт у швейсадом соседей, и он заметил, что это было хорошо. Видишь? Допустим, я спешу. Это хорошо. Смотрите, два сапия властей. 10-й год. И увидели Бог, что это хорошо. И Девы смотрят, что это было хорошо. Видишь? Смотрите, дальше. Тридесяпия властей. И увидели Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма. Девы смотрят, что это было хорошо. Герои. Они не показывают уже, да? Ну, некому. Как некому? Ну, по-моему, не хотел. Он властей уже был дал. Понятно. И было весьма хорошо. И повисай, Герои. Видишь? Он говорит, что хорошо, хорошо, хорошо. А потом, в конце концов, он говорит, что весьма хорошо. Он говорит, что это очень хорошо. Как в 80-е годы. Можи лети там говори, Вау! Вау! Весма хорошо, Яжил. А ты, Герои, Герои. Как сожили, не умал, кто так говорит. Можи, кто так говорит. Но, когда ты смотришь на действие Бога здесь. Кажев Руслута делал. Кажев Руслута делал. Потом посмотрел. И поджурил. И дал осеньку. Дави вверху. И Журисута делал. Посмотрел. И дал осеньку. И Юрий Гартина. И когда он все совершил. Он добавил. Там было хорошо, хорошо. А потом добавил весьма. Я надеюсь. Что в конце твоей жизни. Ты будешь рад за то, как ты жил. Я надеюсь, что ты не будешь сожалеть. Но, конечно, это все зависит от того, как ты живешь сегодня. Я надеюсь, что ты пригласил на такой душевный гивенье. Да, в этом есть секрет. Чей весел послабьтесь. Теперь вы можете говорить. В начале сотвори Бог небо и землю. Прочите в стердангу и землю. Вот смотрите на эту вещь. Ничего нет. Никого нет. Никого нет. Никого нет. И вы друг. Ты один. Видит, что ты есть. Ты вверх смотри, кто ты есть. Никого нет. Никого нет. И вы друг. Алматы смотри. Заикцали. Ничего нет. Ничего нет. Интересный вопрос. Как 의�ит с there? Вот, смотри, никого нет, ничего нет, и вдруг Бог видел, что Он есть, и что Он делал, что Он думал, и что Он делал, можно читать это в Библии. Знаешь, он думал, я читаю небо, я читаю звезды, я читаю природу, я читаю людь Page, читаю preservation SD, что ты думал, как они думают, это вот, это просто. Неужели? Неужели? Ты не заметишь, вдруг ты видишь, что ты идешь. Ты не понимаешь, что ты ищешь. Ты чудо. Ты стебуклась. Да. Ну, пристап, конечно, ты скажешь, но мама и папа не родили. Но это чудо. Ты стебуклась. Ты стебуклась. Ты стебуклась. Две руки, две ноги, две ноги. Я ищу. Уже другая вопрос. Что ты думаешь? Что ты делаешь? Ты стебуклась. Ты стебуклась. Он есть. Он стебуклась. И что он делает? Если вы не нам хорошо. Да. Газ. Электрический свар. Дом. Мы хотим красивые дома. Мы хотим красивые дома. Некоторые отец женится, но не просто женится. Хотят очень красивую женщину. Не ты клонишь женщину кривит лава. И граешь, я жму. Да. Ты цветы покупаешь. И когда покупаешь цветы, смотри, как хорошие, как красивые. Это то, что Бог думал. Ты разговаривал. Да. А ты смотри, как ты использовал свою жизнь. Да. Смотри, что ты с ним делаешь. Как ты с ее дарей. И что ты делаешь с ним. Как ты с ее дарей. То и будет тебе. Ты репустал. Да. 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 Ты сам делаешь. Ты сам будешь жить в этом. Да. И поэтому некоторые люди убивают себя. А то, что кто-то назвал себя. Начинаю потреблять наркотики. Начинаю много выпивать. Потому что они недовольны, что они видят. Каким они являются сегодня. Уже начинаю разводиться. Обвиняя друг друга и кому-то другого. Какой ты смертельный тарбак и то скажешь, как ты. Причем тут? Слушай, есть люди, которые любят кому-то винят и виноват. Причем тут человек виноват? Что мне сказали, что ты не можешь вместить. Ты не хочешь могу сплостаться. Даже есть такие люди, которые обвиняют президента. Президент, ой, благо его это. Президента с Бога с Богом. Он вообще ничего не знает. Он вообще ничего не умеет. Я мог. Он виноват, что у нас плохо в стране. Он виноват, что у нас нет работы. А президент ничего не слышит. Он вообще тебя не слышит. И поэтому ничего не меняется в твоей жизни. Я поделил их с нести кичи этого гиварима. Вот, хоть каждый день обвиняй его. Все равно твоя жизнь не меняется. Я бы вообще никого не обвинял бы в жизни. Я сам ответственный за свою жизнь. Ты сам ответственный за свою жизнь. Бывает, что жена ввиняет мужа, мужа ввиняет жену. Причем тут. Что делать? Что делать? Как вы рассмотрели? Мне понравилось, как Бог делал. Это Бог пришел в сад. Я хочу говорить про время, но я не могу пока. Я не могу пока. Господин пришел в сад и сказал, а Домый Курту. А Дома скрывается, он голый скрывается. А Дома скрывается. Жена тоже голая скрывается, змея тоже где-то скрывается. Говорит, где ты. А Дома скрывалась. Я слышал, что ты есть, поэтому я боялся и скрывался. Я смотрел, что вы выбрали, но я вам захотел. И я знал, что вы на это сделали. Мне кажется, что кто-то не знает. Ты ванг, когда я с тобой... Я в ней сказал, что я вангел. И я рассказывал, что человек, который вы приведете мне... Виновата. Я говорю, что вы... Я говорили, что вы... А что вы делаете? Знаешь, что она сказала? А вместо того, что она сказала? Да, я ему дал. Знаешь, что она сказала? Змея. Змея у него никого нет, поэтому он молчал. Знаешь, что Господь сказал? Ну, казалось бы, Бог сказал бы, да, Адам, ты освобождаешься. Потому что эта жена виновата. Ты, пожалуйста, иди направо, и ты со мной будешь всегда. Ты ничего плохого не делал. Бог не освободил его. Бог его наказал, а потом перешел к жене, наказал его, а потом перешел к змею, и наказал его. Да. Слушай, как бы ты не будешь сказать, что президент плохой и так далее. Все равно Господь найдет то, что плохой, тоже в той жизни, которую ты, между прочим, ты не видишь. Да, Бог наказал президента, но и тебе тоже наказал. Не осталось. Не полегся. Чтобы ты знал. А ты женат. Господь наказывает каждого за свое преступление. Поэтому, что нам надо делать? Кому греки дарит. Нам нужно смотри на Господа. Только на него. И строить свою жизнь. Вот это все это. Муж виноват. Цена виновата. Муж виновата. Это ничего не изменитой жизни. Чтобы ты знал. И никто не дал, никто тебе не дас из-за того, что ты прав. И никто не дас. И никто не дас. Вы когда видели, что кто-то приходил в семье. Вы когда видели, что кто-то приходил в семье. Он говорит, что что у вас здесь проблема? Мы говорим, что мы все виноваты. Муж виноват. Вы когда были слышали это, сказали это. О, да, я виноват. Он плохой. Хорошо, вот тебе медал. Жена. Потому что он такой нехороший. Сколько бы ни было, сколько бы ни было тяжкие ссоры, проблемы в семье. И сколько бы ты не был прав. Никто тебе медал дать не будет. Никогда. Никогда. Вау, вдруг видите, что он есть. И он говорит, я буду использовать свою жизнь полезно. Да, да, да. Я буду делать полезные вещи. Я буду творить. А ты как? Ты видишь свою жизнь. Что ты говоришь? Что ты говоришь? И что ты думаешь? То и делаешь. Но, посмотри на это. Какова польза от этого, что ты делаешь? Нет. Нет. А смотри на Божьи дела. Ой, какие континенты. Какие континенты. Какая природа. Какая красота. О, смотри на его. Ты можешь делать твои жизни интересной и благополучной. Но ты это не сделаешь. Сперва. Не будешь осознавать никаких вещей. Первое. То, что ты есть. Второе. То, что Бог есть. Третье. Время. Что тебе нужно время чтобы строить твою жизнь. Чтобы изменить твою жизнь. Чтобы все это хорошо делать в этой жизни. Чтобы было благословение для людей в этой жизни. чтобы быть в этой жизни. Третье. Поэтому мы считали первое, второе, третье, четверое, пятое, шестье, четверое, 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 четверое. Когда мы рассчитываем первую жизнь, а вторую жизнь, а вторую жизнь. В семье. Каждый верующий человек. Каждый верующий человек. Это Божья милост. Ведь Дево в нейме. Потому что ты можешь умирить. В той грехе. В той болезни. В той болезни. Но вдруг. Ты покаялся. Это милост Божья. Это значит. Бог еще не закончил с тобой. Надо же подумать. Как мне эту вторую жизнь использовать. Я прошлый раз сказал. А шприц опять просыпил. Вот. Вот. А силы человек живет в восемьдесят лет. Да? В восемьдесят. Что здесь? Половина, половина, восемьдесят лет, это сорок. То есть, я живем в одеке четыре здесь. Да. И ты, первые сорок лет, ты живешь, ты ошибаешься, ты куришь, ты там, выпиваешь. Ты любишь бар ходить? Ты баров свайкштей. Да. У тебя нету такой организованной, концентрированной жизни. Ты только тут даст. Нерафорнизу, потом скотру по жизни. То есть, ты куришь. Для меня, слава Богу, норма? Это для меня. Но когда уже, тебе уже после сороках лет, сорок первые, сорок два и дальше, я думаю, что уже пора жить по-другому. Потому что ты уже прожил первую половину. Уже теперь уже вторая половина началась. Теперь уже не может жить как детей, которые вечно прыгают по диванам. Теперь я уже не великолепно, как в байках, кто шокиняя по голове. Ламают там табельки, которые папа, мама купили. Ламают. Вечно, они не доволят чем-то. Какого не потенки. Тогда, когда ты начинаешь жить по-настоящему, когда? Когда ты начинаешь жить по-настоящему? В сетево жизни будет только действие, действие, действие. В соседнем, действие. Или уже пора начинать осознать, осознанно жить и по-другому жить. А если человек начинает жить по-настоящему, то когда ты живешь? Вот так Бог живет. Вот так Бог существует. Тогда Девос живет. Знаешь, например, ой, я есть. И ничего нету. Но я есть. У меня голова есть. О, я есть. Я буду сотворить небо. Я буду сотворить природу. Я буду сотворить животных. Я буду сотворить людей. Я есть. А другое говорить. Я есть. Я есть. Ой, слава Богу, я есть. У меня голова есть. У меня голова есть. У меня ноги есть. У меня голова есть. Я буду пить. Водку. Я буду проблем с наркотиками. Я не буду ходить на занятия. Они не хотят провести их. Ха-ха, голова есть. Хорошо, голова!" Ну потом dog. Но потом что мне будет syрк. Нет, другое говорить. Нет, песни. Я буду с ними. Ну так. Да, Господи, не нужно. А джиус, так нельзя. Я есть. Я буду творить. Я курсию. Я собираюсь люди. Я собираюсь быть. Я собираюсь. Я буду хорошо жить. Я здесь. Я буду делать чудо, а дело вы говорите, я есть, я буду спать, пожелать, когда ты осознаешь, что ты есть, это первое, второе, ты осознаешь, что есть Бог, который готов помочь тебе. Третий, время, и мне 80 лет, что я буду делать в этом время. Я буду делать в этом время. Я буду делать президенту, не кексю женщину, я буду в депрессии, я буду в депрессии живут. Очень много. Из-за чего муж ушел, жена ушла или еще что-то. Сегодня Бог пусть сменит твои мышления. И сообвести на твою жизнь по имя Иисуса. Я думаю, что не поздно. Ты можешь просто взять свою жизнь, перестать обвинять кого-то, и потом начнешь заниматься с собой. Просто верить, что будьте по-другому. Будет лучше. Пора. Потому что когда тебе уже за сорок, все. Ты уже близко. Уже половина прожита. Ты себя проживёшь. Да? Да? Это уже не время как идти там прика по дивану. Чем не лейка с полоноской вы пишет. Нет, нет. Здесь уже другая половина. Теперь уже я осознанно стараюсь жить. Слова Иисуса. Читаем Евангелие Иоанн. Седьмая глава. Между прочим, люди, которые много делают в нашей цивилизации, это люди, которые осознали себе. Осознавали себе и время. Это такие люди делают что-то здесь, на этой земле. А другие то, что существуют, то, что живут. И они всегда спрашивают, какие кабасы уже в магазине нужны. Это свежая продукция или нет. Это существование. Да. А кто тебе должен принести вкусные кабасы? Это обычные люди так живут. Потому что многие государства их обманывают. Да. Потому что если государство знает натура человека. Я свежёж могу с натуры. Поэтому они дают продукты, спиртно, сигареты. Да. Кури. А мы тут правы. Они все это тебе дают. И там еще стою бар внизу. Потому что они понимают, что последствия будет. Они все это дают. И они все это дают. И они не знают, кто это будет. Они все это дают. И они учатся. Они учатся. Они учатся. Потом продолжают управление. Они учатся. Они учатся. Они учатся. Себе. Бога. И время. И время. Ты можешь много делать. Пока ты здесь. Что ты можешь делать через твою жизнь. Но тебе надо осознавать, что ты не родился, чтобы жить, и плодотворно жить, и помогать другим. Аминь. Потому что фокусан не в себя. Семь. Тогда третий стиль. Тогда братья его... Третий стиль, четвертый стиль. Третий стиль, четвертый стиль. Без тебя, братья его, он говорил, что вы делали, что вы делали какие-то работы. Вы желаете, что вы делали, что вы делали. Если вы делали такие работы, вы увидите себя в мире. Дальше. Но даже братья его братья не было. Дальше. Иисус сказал ему, что он не был. Но ему был всегда верным. Как я сказал, что он сказал? Иисус сказал ему, что в моем время не было. А что вы делали такое время? Иисус сказал ему, что я не делал, но вам всегда верно. Сегодня я хочу вам показать, что есть два типа времени. Один тип времени это кайрус. Первый тип это кайрус. Второй тип времени это кронос. Кронос это то, что мы живем как сегодня. Это кронос. Это греки разделили время на две части. Один, одно время, это, которое говорит сегодня, воскресенье, завтра, понедельник. Единственное время. А вот, кайрос, это время событий. Например, когда был Советский Союз. И потом, через 70 лет, пришло такое падение Союза. Это были события, которые были слышны по всему миру. Советский Союз подошел к концу. Это было время событий. Республики начали поручать независимость. Это время событий. Такое время не бывает всегда, бывает периодически. Да, время событий. Здесь Иисус говорит об этих двух временах. Первое, Он сказал, у Вас всегда время. Это кронос. Второе, Он говорит, что, а мне еще не время. Это время событий. И сегодня, чтобы мы это видели. И чтобы мы это осознавали. Эти два времени, они очень важны для нас. Ну, смотрите еще такое местописание. Вторая глава Иоанна. Письмо. Итак, первое и второе. Иоанна Евангелие письмо. Три стих и четверти стих. Это письмо Иоанна или Евангелие? Евангелие Иоанна. Иоанна. Добавил 2-1. Иоанна. Иоанна. Три. Иисус говорит, что это еще не мое время. Надо жить осознавая время. Именно это имеется ввиду время событий. Иисус знал свое время. Время когда что-то делает. Лайка сказал, что дарит кошка. Кронос и Кайрос. А почему я об этом говорю? Потому что я верю, что Бог хочет тебе что-то полезное делать в твоей жизни. Ты говоришь, откуда ты это знаешь? Потому что ты покаялся. Бывают люди, которые болели или болели и умерли. Или в грехе и умерли в этом грехе. А ты или некоторые хотели бы изменить свою жизнь, но они не могли это делать. И что они делали, убили себе самоубийство. А ты, это не произошло с тобой. Ты покаялся. Это значит, что Бог еще не закончил с тобой. Да, 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 да. Мы думаем, что церковь это для старых людей. Или люди, которые беспомощные. Или церковь это такое религиозное место, что когда уже кто-то умер, то можно туда идти и спросить священника, помоги, похоронить этого человека. Ну, такое по идее церковь это место, которое когда празднуем, например, Пасха или еще Рождество, тогда ты идешь туда. Это день. Вот такое мышление у людей о церкви. Но это же не правда. Церковь это то место, где Бог рождает человека заново, и держит его за руку через учение и ведет его к успеху. А потом уже это небо. Я не знаю, поэтому я говорю вам про обвинение. Я это говорю, потому что я знаю, что это будет тратить, тратить твое время. Забудь все, кто не то сделает или делает. Это не твоя проблема. Твоя проблема. Я буду творить. Я буду... Знаешь, сколько потенциала у тебя внутри? Да. Я думаю, что много. Я думаю, что много. Но они сейчас умруют. Но это все нерадолево. Из-за негативных мышлений. Из-за негативных мышлений. Да, да. И на негативных мышлений будет загружать все потенциалы внизу. Из-за негативных мышлений. Из-за негативных мышлений будет загружать все негативы. И говорю, что Бог. Спасибо, что ты дал мне жизнь. И голову. И две ноги. Я буду жить. Аж гибелью. И творить. И курсы. Аминь. 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 Слава Иисусу. Что не язык. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, 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 да. Что тут тратим... Ты понимаешь? Одно надо знать, что тот, например, которого ты обнимаешь, он вообще тебя не слушает. А А, Миликишно, как ты курикас, не стерез на Коусто. И он вообще не знает, что вообще ты о нем думаете только... Однажды я встал... И сонечно, по тебе головой. У меня голова как будто война там, в голове. Человек-кратрескированная головой кара с продовикста. Ой, они плохие. Я бисеология. А они... А эти люди, которые у меня были голове, они там не были. А тут мы не будем. Это моя голова была, она сама с собой. Она голова и боль. Они все плохие. И что идет? Гатарина Митис. А потому что они не поздоровали со мной. И что идет? А ты кто? Президент? Нет, они президентом. Мне надо было поздороваться со мной. И это идет, идет. И я пришел к себе. Что ты такое? Фон во имя Иисуса. Мне нужны другие мысли. Потому что эти мысли, они не дают тебе видеть то, что ты должен делать сегодня. Потому что в другой раз ты даже спать не можешь. Потому что они загружают твою голову. На место, чтобы встать и молиться, чтобы они ушли, чтобы ты мог видеть, для чего ты родился. И это делать, ты будешь лежать. Это правда. Собрали, не поздоровались. Да, это правда. Да, они плохие. Это правда. Да, это правда. Я сам такой хороший, а не все плохие. И это все в твоей голове. Никто не видел. Никто не слышал. А твоя голова в... Это... Это... Подьба. Вот почему, даже когда ты спишь, Твоя голова не спит. Твоя голова не мега. Сны идут. Она, вы сказали, с одной. Да. Сон! С одной. Чтобы ты знал, что твоя голова это большая сила. Твоя голова это едет ли яга. Надо, чтобы ты знал это. И кочанату. Даже когда ты спишь, она не спит. Нет, ты не мега не мега. Ты спишь, она подрастует. Ты спишь, она, где-то в Америке или в Вильнюсе. Ты не пьешь, если не кашь в Америку, а в Вильнюсе. Да, да. Или в лесу. А в лесу. А в лесу. Да. Поэтому надо стараться, чтобы тебе будет другие мышления. Тогда ты будешь жить и что-то дело нормальное. Да. Алло. Алло. Герои. Иисус говорит. Мария говорит Иисусу. Мария, скажу, Иисусу. Помоги им. Потеки им. Иисус говорит, это не мое время. Сападем оно лейкосу. Я живу и знаю свое время, когда это что-то делать. И жена у своего лейка, когда ка дарит. Еще одно место писание. Дарья на растре. Мы скоро закончим. Мы боимся. А, нет, еще два места. Дар, девятос. Девятая глава. Девятая глава. Девятая глава. Иона. Иона девиняя. Читаясь первая стиха. Ну, первая, ну, две. Два пятого. Два шестого. Ну, первая, ну, шестого. Дарья. Да. Дарья. Дарья. Дарья, ну, шестого. Дарья, ну, шестого. Дарья, ну, шестого. Дарья. Нэви, бл. Дарья. Мама, папа или он сам виноват. Но как он сам может быть виноват? Я уже не родился. Знаете, почему я забыл телефону? Я забыл. Я забыл. Я забыл. Мы верим. Мы верим свое внимание. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Потому что нам всегда плохо. Мы всегда думаем, что мы правы. Возвращение, ты все видишь, что я прав. Я спокойно. И ты все видишь. А по факту. Ты забыл телефон. Вот почему много раз это происходит в нашей жизни. А потому что, ой, а как я мог это делать? А почему я это не знал? Потому что ты всегда веришь в свое воображение. Ты даже не проверяй в свое воображение. Правда ли это? Ты не отыкнишь в свое воображение. Ты не отыкнишь в свое воображение. Не, 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 не. Это, наоборот, у меня идет круг. Вы же думаете, что ты не оставляешь в свое воображение. У меня, не, не, не. Это земля. А земля, на земля. Не надо проверять свои воображения. Вы должны понять. Потому что здесь 99% или 50% в моши в патаку, он не прав. Вы приблизитесь. Иисус говорит, что это не мое дело, а в меня, как будто почему-то родился. Он родился так, чтобы было проявлено чуть-чуть на нем. Почему? Понимаешь, как бы ты не будешь хорошим специалистом на этой земле, все равно ты не ответишь на свои вопросы. Иисус не стал тратить свою времену. Знаешь, что он сказал? Когда я в мире, я свят мир. Когда я в мире, я в мире, я в мире. Пятая литая. Четвертая. Мне нужно делать дело, послушаю меня, когда есть день. Приходи, когда никто не может делать. Четвертая. Мне нужно делать то, что мне нестинка, когда есть день. Деньги, Иисус. Когда я на земле. Я ищу свет. Я буду делать. Я буду помогать. Пока я здесь, надо жить, осознавая жизнь. Например. Пока я тут. Пока я в этой церкви. Пока я в Альтусе. Пока я в Литве. Пока я в этой семье. Я буду принести пользу. Наши отношу на уда. Да. Есть некоторые люди. Какой бы компании они ни находились. Какие это будут компании. Они никогда не приносят туда что-то хорошее. Только сказал, сколько негативных вещей. И все, ничего больше. Но ты тоже говори себе. Пока я тут. Я буду принести благословение. А я не ищу полагином. Баси, разуму, куэрик стандалу. Заметок, это дегативность. Пока я в Литве. Кого я в Литве. Следующий президент. Семь президент. Будет я. Бусю аж. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иезу. Я не собираю людей, делаю их. Религиозными, чтобы там какие-то воду пили. Нет, нет, нет. Как это будет? Бог меня поставил, чтобы ты осознавал в себе. Что через себя что-то может быть на земле? А что вы думаете, почему я ее пригласил? Понимаешь? Смотри на этот потолок. Видите? Как стоит, так и будет стоять. Как стоит, так и будет стоять. Посмотрите, вот так как. Никогда не поднимется. Никогда не поднимется. То, что если хозяева согласится, его поднимется. Демен, если я не буду спрятать, то у меня есть патолок. И после меня есть патолок. Я всегда ищу вас мушно, как его поднимется. Я считаю, что я могу его поднимется. Да? Это патолок. Все равно, сколько ты знаешь, сколько ты знаешь и ничего больше. Поэтому, когда люди приходят и так далее, стараться слушаться. Потому что ты хочешь что-то новое услышать. Тогда твой патолок чуть-чуть поднимается. Понимаешь? Тогда ты можешь что-то делать завтра. Поймите, всегда в нашей жизни сначала информация, а потом уже дела. Сначала знание, а потом дела. Мы женимся, а потом начинают бить друг друга. Потому что мы женили без информации. Мы женили, потому что этот парень, он такой талантливый, он играет хорошо, как Рай Мотос. Мы женимся, как Дражусвирос, Дражикой, и Петрами. Суки-то тапхотатки, циклонно-циклонно. Нет, тебе все нравится. Калпатинка. 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 Подожди! Никогда, смотри, перестаньте обвинять людей, потому что это будет тратить то время. Вот смотри, представь, как это будет старость. Вот один старый американец. Он сидел и машет Hotchasa. Он может сутить... Он сидел в дом, он сутjanся, он сутjanся. Он сутят. И потом другого человека смотри на друга, и в другом он говорит о том, что модель. Он говорит, что другой. Он смотрит на другую женщину. Он сутjanся. Почему он сутят? И потом они интересовали. А я что сказал? Я думаю о своей жизни. Все, что я должен быть делать и не делать. И какие возможности были мне и не использовались. Но тебе все поздно. Знаешь, он уже старый. Но вспоминаешь, что были возможности, а он это не делал. А теперь уже поздно. Конечно, голова еще хочет делать, но тело уже не может. Поэтому Иисус говорит, что любите, прощайте, чтобы ты мог бы свободен двигаться в жизни. А вы не знаете, что непрощение это тяжело на твою душу? Да, надо это знать. Знаю, как некоторые люди уходят по жизни. Давайте будем демонстрировать. Это моя сумка. Это непрощение. Это непрощение. Ненавидит его. Непиканта. Мне ничего не получает в жизни. Неси себя в жизни. Его никогда так ходит. Душей внутри. А ведь тежесть. Меня никто не любит. Мне нет денег. Мне нет денег. Мне уже все, ничего не получается. Я вообще ненавижу этих людей. Знаешь, как жить? Лишь у тебя такая тежесть. И ты ходишь, и это все давит на тебя. Если бы я на твоем месте. Если бы я на твоем месте. Я бы взял непрощение. И положил бы. И освободился бы. Меня никто не любит. И положил бы это. Нет денег или что-то. Смел бы это мысли. И положил. Я пока свободен. И я начинаю думать, что дальше делать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже мой. Я своботен. Смотри, как ты хочешь. Депрессия. А я прошу. Я была чистой. А шишпаничивая себя. Мария говорит. Мария Сапова. Это еще не мое время. Это еще не мое время. Последнее место писания. Последнее место писания. Слушай, дорогие мои. Бог хочет поднимать нас. Как поднимать человека? Его дух надо поднимать. Его дух надо поднимать. Подними дух человека. Он изменит мир. Я покажу. Поколк его дух. И он будет нормальным жить. Но когда дух поднимает. И тело так идет. Но у нас дух поднимает. И потом проповедует. Последнее место. Последнее место. Я еще вам еще не читал проповеды. Когда я читал. Прождем это. Я тогда вам скажу. Слушай, мои проповеди. Галатам. Иисуса надо любить. Он твой друг. Он твой друг. Он твой друг. Т Ели 임ития. Он ест вселен. Я мог легкоACI с тобой, твой труд. Галатам. Иисус. Галатам. Иисус. Ветвертая глава. Иисус. На первой минуте я кольтаю. Добро пожаловать. 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 Почему? Говорите. Добро пожаловать. 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 Мария так не делала. Она сохранила себя. Почему? Потому что она служила Богу. Она верила в Бога. И она говорит, я буду ждать, пока Бог благословит нас. Я не буду спать, хотя он мою мушу. Так и понятно. Но я буду сохранить себя, пока Бог благословит это. Бог смотрит на его сердце. Бог смотрит на его смирение. Почему она решила сохранить себя. Потому что она верила Богу, когда ты пришел к Богу. И ты веришь в него. Веди себя так. Да, нет. Не будет как-то который. Но не будет как-то. Но как-то они не будут. Время его кроне. Смотрит, как ты собираешь ребенок. Ты понимаешь, что ты сам непототривеш. Только Бог тебе пытается в жизни. Поэтому просто надо жить так, чтобы он мог тебя выбрать. Это значит, что надо делать сегодня. Читай его слово. Молиться. Стараться делать то, что он тебе говорит делать. Стараться себе смирить, если он это говорит. Если он тебе получит, то тогда стараться делать. Потом приводит время. Он послалит своего ангела. И говорит, я хочу Марию. Потому что она любит меня. Его покорность к мне. Сегодня мне еще не успели жениться уже спали. Как будто секс это все. Да. Комиссия нужно. Кушать нужно. Дом строить нужно. Детей садыжать. Много чего нужно. Поэтому мы имеем терпение. Я это говорю сегодня. Когда он придет. А он придет. Он не так начинает смотреть кого выбирать. Чтобы когда он придет. Чтобы он все нас с вами выбрал. Слава Иисусу. Чтобы никто не остался. Чтобы он не смотрел туда куда. Кого его выбирал. Нет. Потому что Моисей старается делать то что он нам говорит. Мы стараемся быть послушными. Мы стараемся любить его. И ему не надо было искать куда сюда. Нет. Потому что Моисей что-то делает. И он все нас будет выбирать. И он все нас будет выбирать. Я это говорю потому что я пастор. Да. Я хочу успех своего служения. А что есть Мой успех. Мой успех. Мой успех это когда люди которые со мной поднимаются в жизнь. Ты без жмонез, то есть у него не потило. Да. Это есть мое желание. Чтобы люди которые мы живем вместе. Вчера он был прежний. Сегодня он праведный. Вчера он был без денег. Сегодня как на деньги. А почему вы думаете она живет в дружнике. Я ее приглашаю. Не потому что у нее много времени. И у меня ничего дела нету. Я просто желаю как помочь нам. Прошу вас я пригласил человека из Чехии. Из Чехии. Из Петух Кореев. И мы сейчас будем пригласить другим. Мой успех это когда твоя жизнь меняется. Когда ты стань. Когда ты бросай грехи. Когда ты укрепляешь в тухе. Когда ты начинаешь использовать твою жизнь правильно. Когда ты не берешь твою жизнь. И не кричит на ней. И наоборот женат. Нормально себя ведет. Я не знаю куда у некоторых женщин. Написано, что женщины повиновали мужам своим. И тебе причина потому и у мужчин. Ты говоришь. Не обидум. Что ты будешь 박лысить? Все facим. О чем вы говорят. Что я хочу страсть женщин. Как вы поклусит мужчinnen? Устачить женщин. Что я не так больно. Устачить мужчин. Устачить мужчин? К книга написана? Повиноваться хороший мужчин. Повиноваться лучшим мужчином. и написано, что муж любит свою красивую жену, или любит свою жену, которая все делает потом, или любит свою жену, потому что она вкусно готовит, или любит свою жену, потому что она красиво выглядит. Это нет, это написано, что любит свою жену. Поэтому мы всегда берем прилагательные, откуда-то мы ищем прилагательные и добавляем к Божьему Слову. Я буду любить тебя, если ты будешь красивой женой, или я буду любить тебя, если ты будешь богатой, я буду принять деньги домой. Бог не говорит, что бы мы так делали. Вот, ты берешь на начале все проверят две сферы. А теперь ты уже в этом живой, еще? Тебе, когда вы собираетесь в этом живой, то есть все, что вы можете сделать. А теперь вы живете и все, что вы живете. Нет. Нет. Да! Тебе надо будет собирать информацию до свадьбы. Информацию, которую ты можешь услышать. Или развести? Или деду на запад и на восток. Или ваши дети на свадьбу. Если в моменте надо. Я знаю, что это не надо. Дети хотят родить. Так будь дома. Дорогие мои. Бог уже нас поднимать. Но обыдевы и те, которые сегодня стараются жить в древнем. Но это не будет Тебе. Но это не будет Тебе. Это не будет Тебе. Ты будешь просто как деть и ты пустой вонут. Ты будешь просто как деть и ты пустой вонут. А Бог уже тебе напонят. А Деус надо припыгнуть. Швятая двуся. Сила. Мудростью. Чтобы ты мог представлять Его на земле. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Кронос. 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 И Кайрос. И Кайрос. Не забудь два примера. Но никогда не будет Кайрос. События. И веки. Если не будет Кронос. Поэтому я так живу сейчас. Сегодня я приехал в Литву. Я был в Вильнюсе. Сразу после собрания. Меня с вами паса сиди и кушай. Я говорю, нет, я опоздаю. Я приехал сюда. Прошлая неделя мы были в Друскниниках. Я так живу. Потому что я понимаю время Кроноса. Чего я буду ждать. Какое-то событие в моей жизни завтра. Если я не понимаю, как жить сегодня. Поэтому я так живу. Потому что я не хочу сидеть. И кому-то обвинять. Путин неправильно делает меня. Обама вообще. Госусуалистам дает права. Зачем меня это? Я надо обнаружить себя. И делать то, что Бог вложил в твое сердце. Нажли сегодня на собой заниматься. Сегодня. И не трати время на пустые вещи. Путин нас вообще не слушает. Обама вообще не знает, что мы в этой жизни. Где более далеки этого президента. Он не знает, что мы вообще есть. Поэтому не тратим время. Что мы не думаем. Стараться найти себя. И начать жить сегодня кронос. И потом будет все события. Когда будет события. Ты покинешься. Ты сам не великим человеком. Ты сам не бизнесменам. Ты сам не проповедникам. Ты сам не evangelистам. Ты можешь стать начальником. Но все зависит от сегодня, что ты делаешь. Перестань ходить в грехе. Перестань ходить в обиде. Не прощение. Тогда поправь себя. Поправь себя. Потому что события ждет тебя завтра. Бог ждет тебя завтра. Ты есть его Мария на земле. Ты есть его Иосиф на земле. И когда он придет. Он может найти тебе. И сказать тебе. Иисус придет к тебе. Потому что вы мне нужны. Потому что вы меня нравы. Должно быть тот в тебе внутри. Который привлекает бога на твою сторону. И который будет сменить. Ломать все эти депрессионные времена. Все эти неудачи. Которые есть сейчас. Они все должны собрать. И уйти из твоей жизни. То есть. Что с депрессией. Что с несекместной. И шесть. Ты не для них родился. Ты не для них родился. Ты не для свободы. Победы. Мира. Благословенной защиты. Бога. Помазания. Благословенным родился. Слава Иисусу. Аллилуйя. 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 hinео. Поэтому ты не маленький человек, теперь Бог он большой человек, человек хочу, чтобы я использую вас, что-то изменить на этой земле, слава Иисусу, о, спасибо Господь, давайте молимся. Спасибо.